Сегодня 1 августа 2020 года я со своими помощниками развожу мне финансовую помощь для жителей Красногорска. Именно для трех семей. Первая семья, жительница нашего округа, второго округа, она обратилась к нам с помощью, чтобы мы помогли ей. У нее многодетная семья, она одна воспитывает пятерых детей. Вторая и третья семья, они уже непосредственно обратились к спортивно-патриотическому клубу Ярополк, как организации, чтобы им помогли. Двое семей находятся в Туле. Благодаря членам клуба Ярополк, спортсменам клуба Ярополк, а также родителям клуба Ярополк и неравнодушным жителям Красногорска, так как мы выкладывали объявления в социальные сети, мы собрали достаточно большой объем помощи, детская одежда для мальчиков и для девочек. Поэтому сейчас все это развезем. Мы к вам, наверное? Да. Серьезно, мы к вам? Да. Так, ну давайте мы это занесем. Смотрите, тут получается вот для кроватки. Вот и все. И все именно для девочки. У вас знакомые есть, как предписать девочку? Нет никого знакомых. У меня прием будет в четверг. В четверг будет, да? Я ваш депутат в восьмой школе. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вам от спортивно-патриотического клуба Ярополк. Да, потому что вы обратились именно непосредственно к моей маме, мама ко мне, и вот мы собрали. Понятно. Поэтому это родители в основном участвовали. Просто было сегодня два адреса, у нас тоже на моем округе там не были проблемы. По поводу коляски напишите через две недели смс, который я Сергеевич вам напоминаю. Я вам приеду. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Благодаря не равнодушным спортсменам, родителям и жителям округа, непосредственно спортивно-патриотического клуба Ярополк, то есть сегодня мы развезли помощь для многодетных семей. Я всегда всем говорю, что Ярополк – это одна большая семья. Народа у нас достаточно очень много, и по большей части люди все отзывчивые. Как правило, когда к нам обращаются, мы стараемся всем помочь, чем сможем. Поэтому, если кому-то необходима какая-то помощь в плане одежды, потому что детей в клубе очень много, дети растут, вырастают, и одежду, чтобы не выбрасывать, мы можем ее отдавать тем, кому не успелось. Всем спасибо. Спасибо.